Девушки отдыхают Так что если увидишь дождь Каждой каплей в глаза загляни И возможно меня заберешь По частичке в ладони свои Так что если увидишь дождь Каждой каплей в глаза загляни И возможно меня заберешь По частичке в ладони свои Петр Андреевич Вы хотите сказать, что это вы сбили Антона Винокурова? Что за глупые шутки? Абсолютно серьезно Я сбил его на машине Элен Я спасал Андрея А у госпожи Хума другая версия Как ни странно, нет доказательств того, что Антон Пытался напасть на вашего племянника Ну и что? Никто не заметил, как был одет Винокуров? Я принял его за левку Что бы вы сделали, если бы увидели, что кто-то похожий на Дзюбу Целится близкого вам человека? Мы разберемся, зачем нужен был этот маскарад Но это не поможет вам выгородить Надежду Чупрум Антона Винокурова убил я И не только Антона Романа Марченко и Евгения Горошко тоже Вы хотите сказать, что они тоже покушались на жизнь вашего племянника? Петр Андреевич Это давняя длинная история Ну не смотри на меня так Я сама недавно узнала, что Андрей мой внук У папы был внебрачный сын, и никто не знал? Если бы эта тайна открылась раньше Многих трагедий могло не случиться О чем это ты? Это именно мама Андрея, Надежда Чупрум, убила Рому Много лет назад она исчезла, все считали ее погибшей Оказывается, она все это время скрывалась под именем Элен Хоум И твой сводный брат с ней заодно Мне нужно поговорить с Андреем Погоди, погоди, Максим Если я права, следствие скоро закончится Виновные сядут в тюрьму Правда, мертвых уже не вернешь Нет Да не мог Андрей убить папу И, как ни в чем не бывало, продолжать общаться Я должен поговорить с ним лично Максим, я прошу тебя, останься А вдруг он решит что-нибудь сделать и с тобой? Я могу за себя постоять Максим! Я любил Надю Она была самым светлым и добрым человеком, которого я знал Только рядом с ней я чувствовал себя счастливым Мы собирались пожениться С Ромой я сам же ее и познакомил Мне надо было понимать, что рано или поздно он отберет ее у меня У вас был конфликт с Романом Марченко? С детства Он никогда не считал меня за человека Рома всегда получал все, что хотел Любыми путями И Надежду Чапруну она тоже получила? Она влюбилась в него Получается, он отбил у меня невесту И вы решили убить соперника? Зачем столько лет копили обиду? Нет, я решил отойти и не мешать Знал бы тогда, чем обернется для Нади ее любовь Вмешался бы Рома соблазнил и бросил ее А когда узнал о беременности Подключил родителей Те посадили ее в тюрьму Это история 24 года Романа Марченко убили в прошлом году Почему вы не отомстили сразу, как узнали Что Надежда Чапрун Погибла по вине Романа Назарыч Нужно было поставить на ноги Андрюшу К тому же выяснилось еще одно обстоятельство Которое перевернуло мне жизнь Ты вместе со своим дядей планировал убийство моего папы Что ты несешь? Помогал мстить своей матери Притворялся другом А сам врал мне с первой нашей встречи Я только вчера узнал про настоящих родителей Я никого не убивал И твоей семье даже не думал никогда вредить Все это время Ты вынашивал план Как уничтожить меня и мою семью Ты вообще в курсе Что наш дед посадил мою маму в тюрьму беременную И только из-за того Чтобы она не сорвала свадьбу твоих родителей А что, об этом бабушка не упомянула? Ну да, в семье Марченко ведь все святые Ты врешь Спроси у нашей драгоценной бабушки Она к этому руку тоже приложила Я предупредил всех, что уезжаю на Рождество домой Попрощался, а сам остался в отеле Как вы заманили Романа Марченко в погреб? Я знал о его связи с Владой Поэтому украл ее телефон Когда все собрались в ресторане Праздновать Рождество Я отправил СМС-ку о свидании в винном погребе Рома клюнул Допустим А горошка? Ну, я рассчитывал, что свидетелей не будет Планировал все подстроить под несчастный случай И не мог рассчитывать, что пьяный горошка окажется там Не заметил его И вы решили убить Свидетеля? На каждом углу стал кричать, что знает, кто убийца Решил рассказать Об этом Максиму Я не собирался садиться в тюрьму Из-за его пьяного трепа Вы последний Кого я мог бы подозревать С этого момента Вы задержаны По обвинению в убийствах Романа Марченко Евгения Горошко И Антона Винокурова Будет проведена психиатрическая экспертиза Скажите, вы Согласны участвовать в следственном эксперименте Чтобы подтвердить показания? Согласен Я видела, как от вас Андрей выбегал Расстроенный, не поздоровался За ним Максим Ай, детка Я не знаю, как тебе это рассказать Ба, скажи, что это неправда Что происходит? Ба, скажи, что дед Назар не сажал в тюрьму мать Андрея Нет, Максим, это правда Ты знала об этом и не остановила его! Максим! Я заплатила за свою ошибку страшную цену Как ты могла бы, а? Беременную в тюрьму! Клянусь, я не знала, что она в положении Так вот, за что вам все это Да? Ты считаешь, что это справедливое возмездие? Уничтожить целую семью за один несчастный год тюрьмы? Я больше не хочу быть частью этой семьи Одни моральные уроды и преступники Да и я такой же, раз тоже Марченко Сядь Сядь, пожалуйста Ты должна знать все Ой, да что ты говоришь? А ты не помнишь, на кого ты была похожа под конец беременности? А я, между прочим, даже и капельки не поправилась Кристиночка, можно? Можно Ну что, как ты себя чувствуешь? Ой Не могу дождаться, когда ребенок появится Чувствую себя бегемотом Никогда в жизни больше не буду беременеть А у тебя что-то болит или тошнит? Мне Катя сказала, что ты со вчерашнего дня ничего не ешь Ничего у меня не болит Просто мне тоскливо Макс меня постоянно бросает А есть я не могу, потому что, когда я ем, меня прям все распирает изнутри Я как будто бы сейчас взорвусь Ты нервная Это бывает Очень жаль, что черная полоса в нашей семье совпала с твоей беременностью Ой, я теперь вижу Ой Я вижу, как ты осунулась Слушай, давай съездим к Елизавете Дмитриевне Пускай посмотрят малышку Чтобы мы убедились, что с ней все в порядке Давай Все, прямо сейчас поедем в клинику Собирайся Может быть, врача? Нет, врача не надо, я сама справлюсь Теперь ты презираешь меня? Нет Не ври Не хочется жить со мной под одной крышей И запретишь мне общаться с Мишенькой Люди меняются Я понимаю, как вам сейчас больно То, что вы сделали с матерью Андрей, это ужасно, но я вам не судье Спасибо Я очень привязалась к вам Дай мне, пожалуйста, телефон Попрошу ареста, чтобы он приехал Я должна с ним поговорить Друзья Следственная группа работает Давайте, пожалуйста, на выход все Я попрошу На выход, на выход, давайте Спасибо После того, как я отправил Роману СМСку с телефона Влада Я спустился в погреб Вот здесь стояли? Нет, я стоял вот здесь Потом я услышал шаги Это была Рома Владик Владушка Где же ты прячешься, Владушка, а? Твою мать, Петя, что ты здесь делаешь, а? Это я тебя позвал В смысле, ты Петя, что Что за шпионские игры, скажи мне Ты помнишь, что ты сделал с Надей? Петя, ты что совсем свекнулся на старости лет, а? Я бы на твоем месте Об этом бы помалкивал Ты меня понял? Где вот так кусок? Это тебе за нее Сдохну Сдохну Горошка Он, по всей видимости, прятался вон там Я ударил Рому по голове бутылкой Потом подтащил тело сюда И опрокинул на него стеллаж Петя! Анна Григорьевна, пожалуйста, вы мешаете следственным экспериментам, вы выйдете, пожалуйста Петя 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 Скажи, что это неправда Неужели вы не понимаете? Он оговаривает себя Он хочет выгородить илен Показания Петра Андреевича совпадают с результатами субметэкспертизы Нет-нет-нет-нет-нет Это мог знать только убийца Нет Следственный эксперимент закончен Прости меня Игорь Павлович, здравствуйте Да, Максим Романович, слушаю Только что прибежала горничная и сказала, что Петр Андреевич, убийца моего отца Мол, провели какой-то следственный эксперимент Это же чушь, да? К сожалению, нет Он действительно убил вашего отца Более того, есть вероятность, что смерть Евгения Горошка и Антона тоже его рук дело Нет, только не дядя Петя Этого не может быть Я хочу с ним поговорить, а я спущусь, вы где? Поздно Мы везем Петра Андреевича обратно в камеру Я не верю, что это правда и Петр Андреевич убийца Я не знаю, что и думать теперь Надо было бы Кирине Арестовне съездить И Андрей, наверное, сейчас там Езжай, я тебя подменю Спасибо, Глеб Добрый день Ну, солнышко, ну ты же слышала, что сказала Елизавета Дмитриевна Тебе нужно побольше гулять, нервы беречь Есть нужно Твои отказы от еды до добра не доведут Ты за последнюю неделю ни грамма не набрала Ну что это такое? Я не могу успокоиться Все одно за другим то убийство, то нападение и Максима нет рядом Это временно, он, ты же знаешь, занят подготовкой к похоронам Антона Мне страшно без Макса, очень страшно Хорошо, я поговорю с ним Я сумею его убедить, что ему нужно проводить с тобой больше времени Поговорите сейчас Поговорите с ним Где он? Он в райском месте Давайте поедем в райское место Поедем в райское место Крис, ну, давай, может быть, все-таки его подождем Я не буду есть Я не буду есть И ребенок будет голодать Хорошо, хорошо Мы сейчас его заберем и отвезем домой В райское место, пожалуйста Если вы ищете Максима, то зря, а его там нет Так и знала, что встречаюсь здесь А почему? Потому что он куда-то умчался, а его нет в отеле Оставь нас, пожалуйста, в покое, убийца Если вы еще не в курсе, убийцу Жени, Романа и Антона уже посадили, и он признал свою вину Нинку посадили? Кристина, при чем здесь Нина? Убийца Петр Губаш, и все уже об этом знают Здравствуй Как ты? Я тут тебе траву насобирал Их заварить треба буде Зачем ты так со мной? Ну тебе-то я еще ничего плохого не сделала Зачем? А? Это ты прошел Зачем ты вытащил меня с того света? А ты ведь знал, что Сема мертв Ты знал, что твой Андрей со своей мамашей не оставят меня в покое Что они уничтожат мою семью Зачем? Зачем пытаешь? Потому что не время тебе было умирать Чтобы поиздеваться надо мной, да? Звери Пошел вон! Звери! Звери, скажешь? А ты никогда не пытала у Назара Что сталося с тей девчиной, как она родила Более лет назад, маленького Петра Нет, не пытала Причем здесь это? И так ясно, что если мальчик сирота То его родители либо умерли, либо погибли Да не! Петин батька же долго Жив и здравствовал Честно говоря, я сам в шоке от заявлений Губаша Но свидания с подозреваемыми запрещены Мне очень нужно поговорить с дядей Петей Я и сам не верю, что он сбил Антона Но если я разрешу вам свидание, я подставлю себя под удар Так придумайте что-то, я вас очень прошу Хорошо Если вам удастся вывести дядю на откровенный разговор о гибели Антона Винокурова Вы поможете следствию Конечно, я все сделаю Так значит это правда? Ты убил моего отца? Да, я Ты сумасшедший Только психопат мог годами вынашивать планы мести Максим, я ненавидел твоего отца Но никогда не испытывал ненависти к тебе Правда? Прости Что принес тебе такое горе Но я не мог иначе Я любил Надю больше жизни Она была светлой, доброй Радостная и прекрасная девушка И твой отец растоптал и уничтожил ее И поэтому ты больше двадцати лет Жил и мечтал как убьешь его Я хотел убить его сразу же Тот же вечер После бесплодных поисков Нади в горах Хотел расправиться с Ромой на глазах у его семьи Но передумал И решил выстроить идеальное преступление Так? Не так, Макс Не так Ну что нашел? Ты куда собрался? А ну Пристрелю, подонка Положи же Тать Сиди Сиди Пристрелит он Ты Андрюшку на кого оставишь, а? Ты ее не бросишь, понял? Садь я говорю Садь Ирина с кем будет? Да этот подонок должен ответить за то, что сделал Сиди, я сказал Сиди Сиди Если ты уж убитей решил встать, то знай Брата ты своего убьешь, понял? Сиди Назар твой батька, это он Олесю погубил Маму твою Я Своей матери обещал, что никогда этого тебе не расскажу Но Видно такое время пришло, что же делать Так что решай теперь Хочешь ты стать убийцей или нет? Нет Видение у меня было Роман умрет не своей смертью И как только он умрет Черная полоса наступит в семье Марченко Конец будет их Благополучию Когда Назар Зайшовся С моей сестрой Олесей Она забеременела Он Хотел, чтобы она избавилась от ребенка Я был против И Олесе не хотела Тоди Назар меня Посадил в тюрьму Якобы за кражу Лиса А Олесю Чтобы она не мешала его партійной карьере Заманил куда-то В тихое место И там утопил Я когда узнал про это Я втек из тюрьмы Но мне поймали Добавили срок А моя мама Василина Осталась одна З маленьким Петёю на руках Вот так Да я помню Я помню Когда она Приходила к нам Требовала встречи с Назаром А когда Василина уходила Назар заявил Что Что мы возьмем мальчика Сироту и ее внука Я была тогда против Но Назар все решил Он сказал мне Что если будем воспитывать мальчика Как родного То Появятся и свои дети А вот если обидим Мой муж тогда сказал Что С мальфарками Лучше Не связываться А Василина была одна из них Я тогда не верила во все это Ведьмы в наше время Я спорила с ним Но все получилось так Как Сказала твоя мама Так Так вот почему Моя семья страдает Мы все изживаем грехи Назара Ты 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 Пробачь меня Не хотим ничего сказать Если Если дед Назар и правда был таким чудовищем То его и надо было убивать А ты убил моего отца А Макс Я Не хотел трогать Ни твоего деда Ни твоего отца Пока Не вырастет Андрей Если бы меня посадили Кто бы тогда позаботился об Андрюше А то что у тех кого ты хотел убить тоже были дети Ты не подумал Твой дед умер своей смертью А Рома Он был такой же мерзавец как и Назар Николаевич Если бы Надя была жива Я бы его и не тронул А так Все эти годы я ждал когда сбудется пророчество ареста Но Рома жил в свое удовольствие А перед Рождеством я узнал о его планах Ладушка никто в тебе даже не сомневается Но я прошу тебя успокойся Совсем скоро мама передаст управление отелем в мои руки И все будет так как ты захочешь Все-все? Ты даже разведешься со своей женой? А ты? Ты ведь тоже не свободна Моя прелесть А я хоть сейчас брошу своего неудачника Я не выдержал Подонок решил прибрать к рукам райское место Развестись и снова жениться В то время когда Надя лежит в могиле по его вине Андрей Точно такой же наследник отеля Как и ты Он должен был получить свою часть наследства Хватит изображать из себя благородного мстителя Настоящий подонок и мразь Это вы Петр Андреевич И я надеюсь вы сгниете в тюрьме Максим Макс Макс! Максим! Макс! 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 Томара Ивановна у себя? У себя К ней Арас Модестович пришел Кто? Как у вас совести хватило явиться в этот дом? Что случилось, Марина? Ваш племянник убил моего мужа. Вот здесь сидеть как ни в чем не бывало. Разыгрывайте друга семьи народного целителя. А может быть вы Пете помогали убивать? Так давайте я позвоню следователю. Одного уже закрыли, пускай приезжает за сообщник. Петя? Это Петя? Да он все знал, я уверена. Хватит орать. Кто бы ни был убийцей, Рома уже не вернешь. Ну... Выйди, пожалуйста. Все, пожалуйста, ну так не плачь. Не плачь, мама. Петя не мог, не мог. Он и мухи не обидит. А Петя... Вот зачем ему вздумалось спасать эту Элену, а? Спасибо. Мой брат не убийца. Я сама не верила до последнего. Но Петр Андреевич сам во всем признался. Почему? Это из-за Нади. Он пытается спасти ее от тюрьмы. Ну все-все-все-все-все, ты успокойся, мам. Скоро мы все узнаем. Перестань плакать, соберись. Я чувствовал, я жал, я чувствовал, что... Я никогда никого не убивал и завжди был против чего. Ох, нет. Они же не Ира, не Андрей. Они же не догадывались. Я чувствовал. Я был уверен, что... Я был уверен, что... ...зумел его убедить, чтобы он воспитывал Андрюшу, чтобы сделал его счастливым. Я был уверен, что... ...зумел его убедить, чтобы он не повторял ошибок своего отца. Я был уверен, что он не хочет, чтобы Андрей стал одним из наследников отеля. Я ему сказал, что... Он так и будет, что не нужно в это лезть. Долю ее не обманешь. Мне нужно сразу было с ним тогда поговорить. Я злякался. Злякался, что... ...почую от него правду. Тогда... ...як знал, что Рома собирается... ...развестись с Мариною и... ...жениться на владе. Я не злякался, что у них будут... ...свои дети. И Андрей никогда не станет... ...наследником. Я так и злякался с ним поговорить. А треба было, треба. Господи... ...а раз-то что же мы все натворили? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я искала тебя. Что-то случилось? Я понимаю, как тебе сложно сейчас. То, что я сегодня услышал от человека, которого любил... ...не дядя он мне после всего, что сделал. И как жить с этим дальше, я не знаю. Мы не можем изменить то, что сделали твои родственники. Но можем постараться не повторять их ошибки. И сделать так, чтобы наши дети не расхлебывали последствия. Нина, я даже не знаю, как защитить свою еще не рожденную дочь. Но ты же не один будешь это делать. У Кристины расстройство психики. И я очень боюсь, что болезнь может появиться и у дочки. А я верю, что твоя дочь будет здорова. А мы ведь действительно все прокляты. За преступления деда расплачиваются его дети, внуки, правнуки. И Мишутка? Нет. Мишенька – сын единственного светлого и порядочного человека, чудом родившегося в нашей семейке уродов. Я очень надеюсь, что проклятие его не коснется. Езжай домой. Тебя ждет Кристина и дочка. Да, ты права. Я должен быть рядом с ними. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите. Спасибо. Садитесь. Узнаете эту женщину? Да. Назовите ее настоящее имя. Я прошу тебя, не глупи. Не нужно брать вину на себя. Меня все равно ждет пожизненное. Я убил Рому, а потом и случайного свидетеля убийства. Нет. Это неправда. Петя, ты не убийца. Когда мы встречались, когда хотели пожениться, ты всегда казался мне слишком мягким. Он не мог поднять руку на человека. Петя, пожалуйста. Ты всегда был добрый, ты всегда был открыт. Это неправда. Петя. Моя мягкость умерла, когда я решил, что ты погибла. У меня осталось только две задачи. Наказать обидчика и вырастить твоего сына. Я справился с обеими. Пришла пора платить по счетам. А ты позаботься об Андрюше. Петя. Петя. Значит, вы отказываетесь от своих первоначальных показаний? Я оговорила себя. Я действительно собиралась уехать, но перед этим встретилась с Петей. Он приехал проводить меня в аэропорт. Я рассказала о встрече Влада и Андрея. Мы сразу поняли, что Андрей в опасности. Поскольку машина Петя была у Андрея, я отдала свою. Дальше. Петя взял ключи, сел в машину и поехал на место встречи Влада и Андрея. А где вы были в это время? В аэропорту. За дурака меня держите? Я заснула в зале ожидания и пропустила свой рейс. Вы хоть понимаете, насколько за уши притянута эта версия? Но, тем не менее, так это и было. Вы все врете и пытаетесь уйти от наказания. Послушайте. Я дважды сидела за преступления, которых не совершала. С меня хватит. Дальше я буду давать показания только в присутствии своего адвоката. Конвой! Уведите. Не могу больше нервы сдать. Я пойду прилягу. Конечно! Конечно, дорогая! Так мало людей было на кладбище. Прям поразительно. Почти никто из друзей не приехал. Яна не приехала даже. Столько лет вместе прошли. Катя, сядьте, пожалуйста, с нами. Помяните Антона. Он такой всегда был веселый. Душа компании. Странно говорить о нем в прошедшем времени. Все время меня разыгрывала в детстве. Я вообще в постоянном напряжении находилась. Боялась в комнату зайти. Больше всего на жабу обижалась. Он мне жабу подложил. Мало того, что подложил, он потом говорил, что я вся бородавками от этой жабы покрылась. Я ходила вся зареванная в зеркало. Боялась посмотреть. Так с ним было весело. Помянем. Добрый вечер. Здравствуйте, мистер Холм. Что происходит? Мне сказали, что Элен задержала полиция. Это правда. Сейчас все объясню. Я был в консульстве. Она не обращалась к ним за помощью. Я не могу понять, что это все значит. Вашу жену подозревают в убийстве. Что? Это глупая шутка. Элен в убийстве? Я все правильно понял. К сожалению, да. Но этого не может быть. Я не понимаю. Я буду звонить в консульство. Элен должны освободить. Я по-вашему, идиот? Нет. Вы думаете, что я не понимаю, что вы сделали на очной ставке? Я не понимаю, о чем вы. Вы подбили Элен сменить свои показания. И вам это удалось. Но я прекрасно знаю, что это вранье. Я не могу закрывать на это глаза. Мне кажется, чистосердечного признания достаточно. И я не собираюсь менять своих показаний. Вы не сбивали Винокурова. Вам нужны доказательства? Ну что ж, не вопрос. Давайте проведем следственный эксперимент. Как это было с убийством Ромы. Я покажу и расскажу, как все было на самом деле. Будь по-вашему, Петр Андреевич. Я подъехал оттуда. Влада с Андреем стояли вон там. Отсюда вышел Винокуров. Достал карабин и прицелился. Здесь стоял? Да. А удар пришелся бы не в спину, как указано в протоколе, а в бок. Так что вы врете все, Петр Андреевич. Ну, я очень переживал, волновался за Андрюшу. Может, каких-то деталей я не помню. Признайтесь, Винокурова сбила Элен. Я единственный убийца. Может, я ошибся в показаниях, но я сидел за рулем автомобиля. Ну, так-то все сходится. Хорошо. Садитесь. За руль покажите, как это было. Вот все и узнаем. Давай будешь ехать за ним. Эй! Стоять! Давай быстрее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова